МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За последние сутки в Нижегородской области зарегистрировано новых 354 случая заболеваний COVID-19. Вот таким образом выглядит картина сегодняшнего дня. Сразу обращаю ваше внимание на цифру, которая наверху сейчас расположена. 5087. Нижегородская область преодолела такую психологическую неприятную отметку в 5000 заболевших. Давайте смотреть, что у нас с выздоровевшими. Их за последние сутки зарегистрировано 36. И, к сожалению, у нас есть один летальный случай. Давайте теперь посмотрим, как распределились заболевшие COVID-19 по районам. В Нижегородской области здесь принципиальной разницы нет от вчерашнего дня. Вы можете видеть, Нижний Новгород на первом месте. Ну и дальше те самые муниципальные образования, которые уже держатся на протяжении недели на своих местах. Второе место у Павловского района, третье у Дивеева. Картина дня Российской Федерации. Давайте туда заглянем, посмотрим. Россия опять побила очередной рекорд. Во-первых, у нас за сутки, это, правда, не рекордная цифра, за сутки плюс 10 899 заболевших. А вот дальше есть у нас рекорд. Всего за время пандемии в Российской Федерации заболело 232 тысячи заболевших. Таким образом, Россия оказалась на втором месте международного такого неприятного рейтинга по количеству заболевших. Впереди только США, но там, правда, цифры совершенно космические. Дай бог, чтобы мы не догнали ни в коем случае до этих высот. Вот такие данные у нас есть на эту минуту. Мы, как всегда, в этой студии обсуждаем самые последние нижегородские новости. Ну и сегодня будем делать это в компании с первым заместителем губернатора Нижегородской области. У нас в студии Евгений Люлин. Евгений Борисович, здравствуйте. Добрый день. Евгений Борисович, вот хотел сначала отвлечься все-таки от пандемии. Есть новость, которая касается лично вас. Она пестрила буквально на прошлой неделе во всех информационных агентствах. Вы покидаете правительство и будете участвовать в довыборах в законодательные собрания. Расскажите, ваша цель, почему уходите, ну и, собственно, почему в законодательные собрания? Вот не хотелось бы, кстати, вот об этом сейчас говорить, потому что об этом некогда думать. Все-таки коронавирус и многие проблемы экономики с ней связанные, они, конечно, гораздо больше меня занимают, нежели предстоящий когда-то уход из правительства Нижегородской области. Но почему? Он когда-то должен был состояться. Это первое. Второе. Но не привык я очень долго работать на одном месте. Все равно мне нужно движение, нужно развитие. Я считаю, для каждого человека это очень важно. И для меня тоже. И по жизни, а я все-таки уже достаточно давно тружусь, больше пяти лет нигде не работал. Ну, на предстоящей работе, на предыдущей работе шесть лет, но здесь самый большой период это семь лет. Вот понимаете, вот как бы сначала своей трудовой деятельности вот в таком ритме живу. Нравится осваивать что-то новое, нравится решать новые задачи, неизведанные задачи. Очень часто мне это приходилось. И когда пришел на завод впервые 17-летним пацаном, приехал из деревни, и ничего не знаю, никого не знаю, там ни поддержки, ничего, там надо было выживать как-то в этой жизни. И все последующие периоды, и моя работа в Комсомоле была очень плодотворной. Ну, знаете, очень часто почему-то для многих кажется неожиданным решение. Причем они давно уже, такие решения происходили. Например, когда я с должности первого секретаря обкома Комсомола, откуда была прямая дорога, ну, в государственную систему власти, первым секретарем райкома партии, заведующим отделом обкома партии, там, область полков, вот какие-то другие. Я принял для себя решение, что я возвращаюсь на родной завод, на котором воспитываю, и начинаю все сначала. Меня долго уговаривали, кстати, Геннадий Максимович Ходорев был первым секретарем обкома партии, убеждал, что это едва ли не предательство, это кто же, как это поймут, что ты, первый секретарь обкома, возвращаешься там. А мне это было важно, потому что я хотел освоить профессию промышленника, руководителя промышленного производства, поработать по своей специальности, у меня планирование организации промышленного производства, моя специальность, профессии. Это было тогда шоком. Потом были несколько раз тоже непонятные решения, когда я в первый день, например, когда избрался председателем ЗАГС Собрания, сказал на своей первой пресс-конференции, что я поработаю пять лет и уйду на другую работу. Ну, все подумали, что это шутка какая-то, юмор, но когда через пять лет сказал, я ухожу на другую работу. Все спрашивают, почему? Я говорю, слушайте, я объяснил вам пять лет назад, почему? Ну, в общем, долгая история, на самом деле, ну, пришло время, пришло время. Мы это обсуждаем, скажу, уже даже не один год с губернатором. Это совместное решение, это правда говорю. Мы обсуждали, у меня была одна точка зрения, он ее скорректировал. Ну, в общем, приняли такое решение. И сегодня несколько причин. Почему в законодательное? Почему ухожу, я думаю, объяснил. Пора. Понятно. Пора. Почему в законодательное собрание? Потому что сегодня это становится таким очень важным местом, вот в том числе и по теме, с которой вы начали эту передачу, тема коронавируса. Она от нас потребует от всех таких изменений, таких перемен. Именно законодательное? С точки зрения законодательства, конечно, нельзя стандартными механизмами решить те проблемы, которые вот сегодня копятся, которые уже назрели, перезрели, и которые нам придется очень долго разгребать. А давайте прям продетализируем. Вот с высоты вашего многолетнего опыта, как преодолеть вот эти экономические трудности, которые сейчас возникают? Ну, самые первые задачи, как можно быстрее запустить экономику. Вот это главнейшая задача, очень хорошо, что мы все-таки с самого начала не кричали ужас-ужас, а достаточно большой круг наших предприятий продолжали и продолжают работать. Многие перепрофилировались даже в угоду коронавирусу? Нет, это не перепрофилирование, это развитие производства, это увеличение объемов производства, в первую очередь, конечно, медицинских изделий, и многие наши предприятия, многие наши предприятия, конечно же, ну, мы знаем, что увеличили более чем в 10 раз там объемы защитного, значит, обмундирования, да, это те самые маски, в первую очередь перчатки и многое другое, но и начали производить высокотехнологическое оборудование, мы уже говорили об этом, это и завод Петровского, и КЗАС Попова, и целый ряд других предприятий, которые начали выпускать очень технологичную и самую необходимую сегодня медицинскую технику. Евгений Борисович, давайте прервемся вот здесь, посмотрим небольшой сюжет как раз про производство рециркуляторов, у нас запустилось такое производство, а потом с вами продолжим беседу. К рециркулятору Солар-60 впервые. Вот она собирает вентилятор и ставит заглушки. Работа интересная, хотя и непростая. У нас сейчас такая обстановка в стране, когда коронавирус, ну да, я как бы стою на защите нашего города, и даже у нас в другие страны уходят наши аппараты, ну да, есть такое. Рециркулятор предназначен для обеззараживания воздуха 60 кубометров в час, то есть использоваться он будет в больших помещениях. Прибор специалисты завода имени Попова создавали в течение двух недель, сроки кратчайшие, но при этом все исполнено в самом лучшем качестве. Создав этот прибор, да, сначала в чертежах, буквально в эскизах, да, и первые образцы, они, конечно, в первую очередь подверглись реальным испытаниям. И эти испытания подтвердили, что этот прибор, конкретный рециркулятор, ну и наши облучатели тоже, мы это подтверждаем постоянно, они обеспечивают должный уровень качества, заявленный согласно технических характеристик и спортов. Сейчас завод имени Попова будет производить 2500 рециркуляторов в месяц. Например, это сможет полностью покрыть потребность соцсферы такого крупного города, как Дзержинск. В будущем предприятие увеличит объемы вдвое, в течение месяца-полутора. Учитывая, что на них спрос достаточно серьезный, не только в Нижнем Новгороде, в России, но и за рубежом, это производство этих приборов будет очень востребовано достаточно в долгосрочной перспективе. Кроме того, новая продукция позволила заводу создать еще и 20 рабочих мест. С удвоением объемов производства работа появится еще у 20 нижегородцев. Продолжаем наш разговор. Да, это подтверждение того, о чем мы с вами говорили. Конечно же, многие предприятия это понимают. Больше того скажу, это на самом деле сегодня станет абсолютно точной государственной задачей. Мы поняли, что вообще хрупко все в этой жизни. И вот такие беды, медицинские беды, они могут прийти когда угодно, откуда угодно. И поэтому, конечно, нужно максимально быть готовым. Нужно развивать отечественное медицинское оборудование. Естественно, наш региональный центр обязательно должен в эту работу включиться. У нас есть кадры, у нас есть хорошая наука, фундаментальная наука, прикладная наука. И есть специализированные институты и предприятия. На этой базе нужно создавать хороший медицинский кластер. Он у нас существует, но его значительно можно дальше расширять. Евгений Борисович, а скажите, вот за все время вашей работы в политике были вот такие подобные случаи, споставимые с пандемией, когда люди 40 дней там сидели в режиме самоизоляции? Такое потрясение для экономики. Было что-то подобное? Я думаю, что не только в моей жизни, но и более старшего поколения такого никогда не было. Потому что вот те проблемы, которые создала пандемия, нам придется еще очень долго решать. И не один год потребуется на то, чтобы и восстановить объем производства, и сделать другие необходимые решительные шаги. И поэтому сегодня важно запустить все механизмы. Причем не дожидаясь, когда официально скажут, что все это закончилось. Сегодня и губернатор нас к этому призывает, и мы. И, кстати, сегодня буду проводить совещание по экономике. Значит, ну, понятно, селекторное со всеми депутатами законодательного собрания, и с руководителями предприятий, и с нашими инфраструктурными подразделениями. Будем обсуждать меры, которые сегодня уже приняты, которые необходимо принимать, которые необходимо наращивать ежедневно. Вот этим мы сегодня занимаемся в первую очередь. Евгений Петрович, а понимание вообще есть со стороны предпринимательства, со стороны бизнеса, сообщества, вот таких мер, которые сейчас проводит правительство Нижегородской области? Ну, смотрите, понимание, конечно, есть, но я хочу сказать, что у нас же постоянно нарастают эти меры. Да. Мы просто постоянно увеличиваем, не дожидаясь федеральных мер. И очень много принято говорить о достаточности. Наверное, их никогда не будет достаточно. Урон большой. И поэтому предприятий, которым недостаточно предложенных мер, будет немало. И бизнеса будет немало. Предпринимателей, которые сегодня бежать со справедливо. Но мы постоянно ищем эти возможности. Конечно, у нас нет неиссякаемых источников, знаете, которые можно было бы вот всех наградить необходимыми средствами, необходимыми ресурсами. Но максимально использовать все, что есть, делаем и будем делать обязательно. Евгений Борисович, например, насколько легко было договориться, чтобы топливо нашим скорым помощям, машинам, каретам скорой помощи бесплатно доставалось? Ну, предыдущее мое место работы вообще от компании «Лукойл». Я был генеральным директором в этом предприятии. Ну, ты и поэтому не спрашиваешь, насколько... Поэтому, конечно, и губернатор в этом участвовал, я непосредственно, знаю хорошо и президента, и заместителей его, и многих других руководителей. Я бы не сказал, что это было сложно. Ну, то есть бизнес еще и социально ответственный, получается? Да. Вот знаете, вот эта пандемия, она, кстати, даст очень многим оценки. Мы еще будем оценивать все ситуации, которые сегодня происходят. Ну, во-первых, часть бизнеса, вот как «Лукойл», как «Виксенский металлургический завод», который ремонтирует поликлиники, поставляет оборудование, и целый ряд других предприятий и предпринимателей, и даже просто физических лиц. Знаете, вот мне очень многие звонили, в Инстаграм писали, вот я могу там 100 тысяч рублей, 50 тысяч, скажите, в какую больницу, и так далее. Понимаете, это трогает еще больше, когда люди просто в этих сложных условиях не просто думают, как сохранить там свое материальное благополучие, но и занимаются этими вещами. Это очень здорово. В то же время есть крупный бизнес, руководители, значит, так называемые олигархи, которые где в это время находятся? Находятся за границей. Они там переживают, в укромных местах, и практически не участвуют во всех тех процессах, которые сегодня происходят. Вот в той борьбе, которую проводят государства, президент, правительство, правительство, каждый регион борется, а кто-то где-то отсиживается. Поэтому я думаю, что вот в этот период мы и увидим новых героев, настоящих, патриотов, которые болеют за страну, болеют за людей, и, конечно, увидим тех, кому надо относиться как бы настороженно, я бы сказал, да, которые работают в первую очередь для себя. Интересы страны, людей, государства для них безразличны. Евгений Борисович, спасибо вам большое. У нас эфирное время подходит к концу. Спасибо большое, что пришли к нам в студию. Ответили на вопросы, приходите к нам еще. Удачи вам. Всего доброго. У нас был в гостях Евгений Люлин. Ну, а я с вами не расстаюсь. Мы выйдем в прямой эфир буквально через три часа. У нас будет новый гость, новые темы для обсуждения. Поэтому не переключайтесь, оставайтесь с нашим медиа-центром Межгородской Кремли. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова